МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На телеканале ЯТВ вновь информационная программа подробностей общества Газпромдобычи на дым. В студии Светлана Тусида. Сегодня в программе. Большая планерка на Ямале. Я проехал по всем объектам, оценил сегодняшнюю ситуацию. Генеральный директор компании провел выездное совещание на Баваненковском месторождении. Швейцарские студенты увидели крайний север. Было интересно побывать, потому что мы очень много узнали о вечной мерзлоте. На Дымске и Газовете поделились опытом климатических исследований в регионе. Ямальский центр газодобычи посетили акулы-пера. Мы отправились на север, чтобы посмотреть, откуда берет путь, тот газ, который дальше движется к центру России. Перестур по месторождениям компаний провели для представителей медиасферы. Путь газа. Мероприятие, конечно, классное, очень классное. Газпром на карте города искали и нашли участники увлекательного квеста. А теперь об этом и многом другом подробно. Готовность опорного месторождения Ямальского центра газодобычи к осенне-зимнему периоду лично проверил генеральный директор Газпромдобычи на дым Игорь Мельников. В рабочей поездке на Баваненково его сопровождали специалисты подрядных организаций и специалисты компании. Выездное совещание делегация посвятила социальным и производственным объектам газового комплекса. Из рабочего кабинета в гущу производственных событий. Своё очередное выездное совещание на Баваненково генеральный директор компании Игорь Мельников начал с третьего промысла. Сегодня это по-прежнему зона повышенного внимания со стороны руководства. Обустройство второй очереди дыжимного комплекса на тройке близится к завершению. О том, что сделано и что предстоит выполнить первому лицу компании заказчика рассказали работники генподряда. Обрисовать общую картину недостаточно, делегацию интересует всё до мелочей. До конца года третий промысел Баваненково должен прирасти рядом критически важных объектов. Помимо доживной компрессорной станции в эксплуатацию ведут 49 газовых скважин, а это 8 дополнительных кустов. Наша задача – выход с первого квартала 2020 года на пиковый режиме по Баваненковскому месторождению почти что 340 кубов. Достаточно большая цифра. Я проехал по всем объектам, оценил сегодняшнюю ситуацию. В общем, результатом я доволен. Те сроки, которые нам поставлены сегодня по ВСАМПАО «Газпром» по вводу данных объектов и по подаче газа в магистральный газопровод, я уверен, что мы выполним. Следующую часть выездной планерки провели с высоты птичьего полета. Фокус внимания перешел на Харсовыйское месторождение. Там широко развернулся совсем иной фронт работ. Все задачи, которые были поставлены перед подрядчиком по подготовке территории уже непосредственно к строительству званий, они тоже на сегодняшний день выполнены. Ну и тоже так приятно было видеть, как идет, поступает уже труба для строительства газопровода подключения с Харсовая на Баваненково. Пока перспективное месторождение компании готовят к ударной стройке, газовый гигант Ямала вот-вот примет на себя пиковые нагрузки. И сейчас можно не сомневаться, сделает он это во всеоружии. Анна Пирогова, Светлана Ложникова, Сергей Черков, телевидение «Газпромдобыча надым». Традиция чествовать передовиков и посвящать в молодые рабочие заложена первопроходцами месторождения «Медвежье». Она передается в коллективах пангодинских филиалов «Газпромдобыча надым» из поколения в поколение. А лучший для такого знакового торжества период – сентябрь, когда газодобычники отмечали свой профессиональный праздник. И все подробности у Светланы Ложниковой. В лучших традициях первопроходцев. Для молодых работников, вливающихся в коллектив Медвежинского газопромыслового управления, коллеги организовывают историко-познавательную программу. В начале новобранца отправляются с экскурсией на четвертый газовый промысел. Установка была рассчитана на добычу 12 миллионов кубометров газа в сутки. Сейчас мы добываем чуть более 3 миллионов. На пульте молодежь встречает ветеран управления Владимир Зенин, отдавший родному предприятию 28 лет. Старейший работник, читая напутствие, как отец сыновьям, заметно волнуется. От этого церемония становится еще более трогательнее, а слова западают в душу. Нужно терпение и старание. Стараться добиваться поставленных целей, ставить какие-то перед собой цели и стараться добиваться их. Новобранцев посвящают в газодобычники Медвежьего. Но чтобы подтвердить это звание, ребята сдают производственный экзамен от промысловиков и отвечают на вопросы общего характера, подготовленные кадровиками Медвежинского ГПУ. Общий вопрос, какие существуют промышленные способы осушки природного газа? Промышленные. Их не так много. Очень не очень. Низкотемпературная сепарация. Отзор цель, от солнца. Все правильно. Как вызывает самый популярный информационный ресурс в нашем обществе? Газовик.инфо. Следующий пункт программы – посещение одного из памятных для газодобытчиков мест – арт-объекта «Поющее дерево», расположенного на территории, где раньше находился цех ГП-7, месторождение Медвежье. Без желания расти, повышать свой профессиональный уровень в этой жизни, ну, чего-либо добиться очень трудно. Быть инертными, ну, я думаю, это не про вас. Поэтому движение вперед, удача всему. Представители поколения 2019 возлагают цветы к памятнику первопроходцам и закладывают капсулу с посланием для своих последователей. Каждый из десяти участников памятного события лично вписывает в текст письма свои пожелания на путствие, прогнозы и ведение перспектив. Профессионализм и самоотдача многих поколений газовиков стало уже по-настоящему традицией. И сегодня, как, впрочем, и в предыдущие годы, мы подходим к этому празднику с хорошими результатами и с масштабными планами на будущее. Праздничный концерт в актовом зале в актовом жилого комплекса «Семерки» собрал в зале представителей всех промыслов месторождения. Здесь передовикам управления вручаются грамоты и благодарственные письма от руководства компании, МГПУ, профсоюзной организации. На сцены поднимаются и представители молодого поколения «Естественно, приятно, что так встречают на новом месте работы». Сам с Панго, да, и как бы вот решил продолжить здесь свою жизнь. Влиться, так сказать, в систему эту, не знаю, расти дальше. Сам я не подгодинец, я сам из Башкирии. Так получилось, что я удачно прошел открытый конкурс молодых специалистов. Очень понравилось. Если вот до этого момента были какие-то сомнения, то сейчас после как бы вот этого всего мероприятия полностью ощущаю себя членом трудового коллектива. Это земля нашей надежды, ставшая все в нам, не теряй судьбой. Ежегодно собственная церемония чествования лучших работников и тех, кто только начинает свою трудовую деятельность, проходит и в Панготинском ремонтно-механическом цехе управления аварийно-восстановительных работ. Новички приносят клятву молодых рабочих, а ветераны вручают им реальный горящий факел, символизирующий преемственность традиции коллектива. В такой организации я впервые. До этого я работала, но работала в обычных магазинах, а тут именно такая организация и прям такое награждение, и я не ожидала этого. Конечно, это было неожиданно, это было очень приятно. До сих пор такая вот эфория. В номинации «Наставник-2019» отмечен токарь Михаил Горьковый. Мастером «Золотые руки» признан слесарь-ремотник Михаил Баранник. Плакетку «За преданность профессии» вручили Максиму Машинцеву, тоже слесарю-ремотник. С института сразу устроился, пошел именно сюда, потому что здесь мои родители работали, как бы в основном все узнал от них, и даже маленький приезжал на работу вместе с ними. И как бы все это с детства, можно сказать, начиналось, да, впитывалось, и вот решил посвятить себя именно этой профессии. Лучшим рационализатором 2019 коллеги назвали мастера токарно-механического участка УАП Александра Слеса. Мне, безусловно, приятно, что оценили по достоинству то, что я делаю. И хочу сказать, что поскольку у нас практически все рацпредложения выполняются коллективно, а не индивидуально, во многом это заслуга всего коллектива, в котором я работаю. И хочу им сказать спасибо, они большие профессионалы. Светлана Ложникова, Сергей Черков, телевидение «Госпорта». Швейцарские студенты заинтересовались климатическими исследованиями на дымстве газовиков. Международная полевая научно-исследовательская школа, которая целый месяц работала на территории одного из лагерей печально известной 501-й стройки, побывала в инженерно-техническом центре. Будущие экологи, строители, историки, журналисты из Швейцарии впервые на Ямале. Они задают много вопросов, внимательно слушают и быстро впитывают полезную информацию. Какие сооружения возводят на суровом севере, как это влияет на окружающую среду и что делают газовики, чтобы сохранить ее естественное состояние. В компании накоплен уникальный материал о динамике мерзлотных и климатических условий региона. Я думаю, что для любого человека, который интересуется немножко Ямалом, и, конечно, вообще там, я сказал бы, Газпром, газ вообще, это центр интереса. И поэтому мы считали, что им будет интересно, что им тоже немножко показать, как компания работает здесь, именно здесь, в Ямале. Инженерно-технический центр по праву можно назвать главным центром природоохранной и экологической деятельности «Газпромдобыча на дым». Будущих специалистов познакомились с исследованиями, которые проводят в лаборатории хроматографического анализа природного газа. Круг решаемых задач здесь обширен. Это не только вопросы качества подготовки газа и газового конденсата, но и оценка влияния технологических процессов на окружающую среду. Это позиционирование нас как высокопрофессиональное общество, которое создает определенный имидж и для нашего предприятия, и для Газпрома в целом, в том числе и за рубежом. Эти студенты, я так полагаю, что в последующем будут в том числе участвовать и принимать, может быть, решения о том, насколько целесообразно инвестировать в отрасли добывающие России. А пока их, что называется, вывели в поле. Газодобытчики показали, как производится геотехнический замер и предложили самим провести измерение температур грунта в основании многоэтажного здания. Я брал в руки оборудование, пытался посмотреть, какие оно измерения мне позволит сделать. Было интересно. У нас и у вас оборудование разное используется, потому что в наших регионах, в Европе, нет вечной мерзлоты. Газпром – это одна из самых крупных корпораций в мире, добывающая газ, и очень много месторождения она сейчас обслуживает и производит с них добычу газа. А в заключении программы газовики показали гостям Центр корпоративной культуры – предмет особой гордости компании. Ярослава Кондрюкова, Сергей Черков, телевидение «Газпром. Добыча на дым». Специалисты корпоративной службы по связям с общественностью и СМИ организовали пресс-тур под названием «Сокровище Ямала. Энергия страны» на главной ресурсной базе «Газпрома». Вооружившись блокнотами и съемочной техникой, в путешествия по газовым кладовым отправились представители медиасферы, репортеры, фотографы и блогеры из республики Коми, Архангельска, Вологодской области и Санкт-Петербурга. Вникнуть в детали производства не так-то просто, а перевести с русского на понятный тему добычи газа и подавно. Среди без того отважных журналистов этого пресс-тура привлекает внимание репортер «Феномен». Его следующий шаг – перевести с понятного на Коми. «Очень сложно, потому что это как любой такой сложный процесс, промышленный. Коми язык, он красивый, да, у него своих слов достаточно, но в то же время здесь есть терминология, которую я не думаю, что надо специально переводить, люди поймут». А это, пожалуй, самое главное. Медиапутешествия по Немальским кладовым начали с крупнейшего газового комплекса полуострова Баваненковского месторождения. Как устроена станция управления фонтанной арматурой, на основе чего компания планирует объем добычи углеводородов и с какими трудностями приходится сталкиваться, эксплуатируя оборудование при экстремально низких температурах. Ответы на эти вопросы журналисты получили, посетив куст газовых скважин. «Первые скважины разрабатываем правильно. Проект называется обустройство Синаман-Апских залежей Баваненковского месторождения. То есть Синаман повыше расположен». Прежде чем попасть в один из магистральных газопроводов, газ из скважины проходит через сложную цепочку технологических цехов подготовки. Этот путь и предложили проследить гостям Баваненкова. Второй газовый промысел стал следующей точкой притяжения участников пресс-тура. А сепараторы, входные нитки и турбодетандры на время превратились в одну большую селфи-зону. «Я был первый раз в Надыме и в Пангодах в 1982 году. Бараки, отсутствие в магазинах продуктов, питания, самые спартанские условия в общежитиях. Конечно, за три десятилетия, более чем за три десятилетия, проделана просто дистанция космического размера. Уровень автоматизации, уровень отношения к делу, отношения к земле, на которой работают наши россияне. Это, конечно, грандиозно». Затем группа медиа-туристов отправилась в сторону тройки самого дальнего и самого молодого промысла месторождения. Там они узнали, как проникают в недра земли и смогли почувствовать себя настоящими буровиками. «Очень меня впечатлило то, что действительно все эксплуатируется с учетом того, чтобы не повредить экологической ситуации. Действительно, все очень чисто, аккуратно, с заботой о людях, масса инфраструктуры построена». «Как говорят, чужих труп не бывает, но тем не менее к своим я уже привыкла, а тут новые диагонали, линии, перекрытие». На десерт надымские газовики оставили социальную инфраструктуру Баваненкова. Причем тут сладкое гости поняли, приступив к осмотру объектов быта вахтовиков. Судя по реакции, представители медиасферы вряд ли ожидали увидеть на краю географии столько возможностей для отдыха. «Все, что мы сегодня видели, все вызывает просто не то что удивление, а какой-то такой восторг, потому что, конечно же, ощущение такой абсолютно полноценной жизни, такой бассейн, там есть все, как бы такой спортивный зал, там футбольное поле, качалка, то есть все такое суперическое, как будто ты находишься в каком-то столичном клубе, а не где-то далеко за тысячи километров». Поскольку первый день пресс-тура вышел крайне насыщенным, второй было бы неплохо провести чуть более расслабленно, например, на берегу моря. Так и решили поступить организаторы. Вместе с командой журналистов они отправились на окраину Северного Ледовитого океана. Харсавей удивил всех необычайно теплой погодой. Ну а раз уж вместо привычного шквального ветра гостей встретил легкий морской бриз, многие не удержались от соблазна повторить знаменитые сцены из «Спасателей Малибу». Подумаешь, вода ледяная. Зато не каждый может похвастаться босой пробежкой по пляжу Карского моря. «Никакое черное и средиземное море не сравнится по ощущениям с Карским. Это свежесть, это, скорее всего, чистота. Самое главное – ощущение энергии. Тем более, что зная, что энергия эта располагается ровно здесь, ровно под этим самым Карским морем. Прямо под вашими ногами? Прямо под нашими ногами, да. Поэтому она уже сама по себе заряжает». Двухдневное путешествие по знаменательным местам, богатого ресурсами полуострова, завершили прогулкой по месторождению, которая даст развитие Ямальскому центру газодобычи. «Сейчас главная ресурсная база не только для нашего предприятия, но и в целом для «Газпрома». мы отправились на север для того, чтобы посмотреть, собственно, откуда берет путь тот газ, который дальше движется к центру России и на экспорт». Поиски сокровищ завершены. А это значит, совсем скоро на телеэкранах, в интернет-блогах и на страницах печатных изданий в разных уголках страны снова расскажут о Ямальской земле, ее удивительной природе и тех, что добывает энергию для страны. «Спасибо, спасибо!» Людей активных, позитивных, любознательных, плохой погодой не напугать. Им в свой выходной и под дождем надо искать «Газпром» на карте города. Впервые такое соревнование корпоративная служба по связям с общественностью и СМИ провела к 45-летию «Газпромдобыча надынь». В нем поучаствовали 11 команд. В этот раз игроков собралось вдвое больше. На Дыме так мало всяких мероприятий и занятий, которыми можно увлекаться. Лето здесь короткое, поэтому хочется поучаствовать везде и как можно больше, потому что настанет зима и все спрячутся по квартирам. Мы представляем надымские городские электрические сети. Поучаствовать мы решили. Вообще последний день заявку подали. Собрали наш веселый коллектив. Остальные все в отпуске. В общем, те, кто еще работает. Те собрались. Мы и решили поучаствовать. А название нашей команды «Реклоузер» – это коммутационный аппарат такой интересный. Хорошо, с электричеством связан, решили так же и назваться. Квест проводился в два этапа. С утра в погоню за адреналином отправились 9 команд от города. Это медики, транспортники, электроэнергетики, представители розничной торговли и «Газпромклассники». Труднее всего пришлось участникам из фонда гражданских инициатив «Светлые лица». Ребята передвигались пешком и теряли драгоценное время. Самым выносливым. Здравствуйте. От газовой заправки на выезде из города до гостиницы «Айсберг» игроки искали 16 контрольных точек, местоположение которых было зашифровано в вопросах об истории города и деятельности градообразующего предприятия. В случае затруднения можно было воспользоваться тремя подсказками. Затруднение вызвал у нас памятник возле НУТСТ, потому что не знали, что есть там стихи, табличка, как бы нас немножко ввело это в заблуждение. Съездили мы в Аленушку, мы думали, там все-таки молодость поддерживать, поддерживать. Этими именами ставится Надым. Сначала мы думали улицы, а потом Дмитрий Сафронов догадался, что это памятник как ОЗИ администрации. Доска почета. Да, доска почета жителей Надыма. Первыми к финишу пришли электроэнергетики. Второе и третье места завоевали транспортники «Газпром-Трансказ-Югурска». А чуть позже на старт вышли надымские газодобытчики. 13 команд от филиалов компании. Я приехала вчера из Пангет, чтобы принять участие специально в этом квесте. К сожалению, его перенесли. Это не помешало нам принять участие в полном составе в команде, при том, что некоторые участники должны были сегодня в Уренгу и уезжать. Темп квеста увеличился. Газодобытчики легче справлялись с тестовыми вопросами мастеров, а значит, меньше получали штрафных минут за неверные ответы. Безусловно, работникам градообразующего предприятия важно знать свою историю. Да, были какие-то вопросы, которые… Надо было подготовиться. Да, которым приходилось узнавать что-то для себя, открывать. Самое сложное – это про вездеход. Мы его долго искали, мы не поняли, что это такое, и пришлось воспользоваться подсказкой. А легкий-легкий ремезов – это сразу всплыло. В итоге третьими стали работники инженерно-технического центра и управления организацией реконструкции и строительства основных фондов. Второе место разделили представители Медвежинского Газопромыслового и Надымского нефтегазодобывающего управлений – команда «Мы». А быстрее всех добрались до финиша и собрали пазл, автотранспортники и связисты. Ну, просто у нас команда любознательная, вот, каждая из нас четверых. Мы знали какие-то факты в определенных областях, и поэтому быстро отвечали на вопросы. Плюс, конечно, наши динамики. Мы достаточно быстро перемещались по городу, вот, что позволило нам прийти первыми. Понравилось, то есть, драйвово, весело очень, ну, и с долей, скажем так, интеллектуального соревнования. Вот, все очень понравилось. То есть, мы с одной точки на другую, там, вопросы отвечаем. Я даже, вот, подскользнулся, упал там перед памятником Ремезову. Ходило все довольно-таки интересно. Мероприятие очень понравилось. Единственная погодка немножко подкачала. А так, в целом, все было здорово. Безусловно, важно и нужно. И вот это мероприятие нам доказало, что все-таки недостаточно. Мы знаем историю. И благодарны вам, организаторам, за такое мероприятие. Светлана Ложникова, Сергей Черков. Телевидение «Газпром. Добыча над дым». Добавлю, что квест был придуман и проведен специалистами службы по съездам с общественностью и СМИ «Газпром. Добыча над дым». В этом году служба в числе лучших в региональном этапе всероссийского конкурса «Медиатек». Один из проектов службы – интернет-издание «Газовик. Инфо» выиграл в этом конкурсе первое место. Напомню, что в июне «Газовик. Инфо» признали лучшим корпоративным СМИ «Газпрома». Наши коллеги из управления связи продолжают раскрывать потенциал технически одаренных школьников. Образовательный проект «Телекоммуникации и связь» пополнился новыми участниками – десятиклассниками. А выпускники 2020 из профильного класса уже второй год изучают тонкости инженерных профессий. О том, как начался учебный год для будущих связистов в нашем сюжете. Ну, так называемый. Не знаю, кто вот предположит, что это. Что это за эти папки? Какой класс? Молодец какой? Как тебя зовут? Денис Молодец. Будем знаком. Знания о знаменитом «Трансформаторе» далеко не все, чем впечатляет десятиклассник Денис Кострицын. Тяга к различным устройствам вошла в его жизнь не так давно. Но уже сейчас парень твердо решил, что хобби станет делом жизни. Как и многим талантливым технарям, импульс к развитию ему дал кружок радиолюбителей. Именно там произошло судьбоносное короткое замыкание. В седьмом классе, знаете, как-то перемкнуло, и я начал этим заниматься. Потом перешел на программирование. Сначала я паял обычные штуки. Обыкновенные. В них нет ничего особенного. Потом я познакомился с такой штукой, как Ардуино. В общем, это представляет такая плата, микрокомпьютер небольшой. И в него заливается прошивка с компьютером. На языке C++ пишется. Не знаю, может, лучше ли. Ну, занимаюсь и продолжаю заниматься. Ну, и потом просто возник интерес к программированию на компьютере. Школьников, которые решили направить интерес в практическое русло, объединил образовательный проект телекоммуникации и связь. Новобранцы третьего профильного класса пришли знакомиться с наставниками, а заодно и с прадедушками современных смартфонов. По обычаю, встреча прошла в окружении экспонатов музея первого цеха связи. Это вот три поколения. Обратите внимание, трубка. Это модель Белл в США 1951 года. Здесь и техника, что помогала первопроходцам осваивать газовые земли, и эксклюзивные предметы из личных коллекций работников компании, и вещи, купленные на барахолках. Связисты заботливо пополняют музей новыми экспонатами. Какой эффект они произведут, зависит от возраста. Пока взрослые ностальгируют, подростки погружаются в историю не только отрасли связи, но и целой культуры, которую создали изобретения второй половины 20 века. Много было знакомых экспонатов, начиная от телефонов, заканчивая, до виниловых проигрывателей. Впервые я видел, допустим, спутниковый терминал. Мне кажется, это очень интересно и что-то необычное, ну, лично для меня. А если эти школьники только начинают вникать в тонкости инженерных профессий, для учеников 11 класса год профориентации уже позади, предметом дискуссии становятся более серьезные темы. Первую лекцию посвятили вопросам охраны труда. Впрочем, будущим выпускникам еще много, что предстоит узнать на интерактивных занятиях, интеллектуальных играх, экскурсиях на промыслы и прочих встречах с наставниками из управления связи. Одна из образовательных новинок появилась в этом же кабинете. Ее приобрели совместно с администрацией района специально для учеников профильного класса. Функционал и назначение этого устройства, стенда заключается в том, что мы, словно говоря, показываем наружу все внутренности электронного устройства, а именно персонального компьютера. Все лабораторные работы, есть курс готовых лабораторных работ на этом стенде, направлен на поиск неисправности и ее устранение в рамках одного персонального компьютера. Первые участники проекта связистов уже впечатляют своими знаниями педагогов и сокурсников в высших учебных заведениях, так что через несколько лет наставники рассчитывают увидеть в резюме знакомые фамилии. Анна Пирогова, Сергей Черков, телевидение «Газпром добыча над дым». Посмотреть выпуски можно в любое время на нашем YouTube-канале. Еще больше новостей о компании вы сможете найти на интернет-портале «Газовик.Инфо». До новых встреч на телеканале «Я-ТВ». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин